Помимо деловой части встречи, губернаторы и члены Кабинета Министров пообщались с делегатами, избранными от регионального отделения Единой России для участия в 16 съезде партии, который состоится в Москве 21-22 января. Сергей Морозов вручил депутатам памятные знаки и напутствовал их. Вам выпала огромная честь представлять Ордена Ленина, прославленную Ульяновскую область на всероссийском уровне. Это одновременно и знак большого доверия со стороны многочисленных ульяновских однопартийцев. Это и свидетельство ваших личных заслуг перед регионом, перед партией. Это и свидетельство вашего высокого авторитета. Вас уважают, вас ценят, на вас равняются. Всего делегации региона составит 20 человек в уголе с губернатором. В нее войдут депутаты законодательного собрания и представители Ульяновской области в городской думе. Работа региональной делегации запланирована так, чтобы максимально охватить основные тематические посылы съезда. Кроме того, в первый день после проведения, после окончания дискуссионных площадок состоятся несколько совещаний. Но главной темой встречи было исполнение наказов избирателей. Естественно, наказы избирателей это основа работы любого депутата, потому что это требования и чаяния жителей. То есть то, что наиболее острое, наиболее необходимо. Прежде всего, наказы, конечно, они подразделяются на личные и общественные, но, как правило, люди, что-то прося или требуя у властей, как раз опираются на общественные интересы. Это дороги, это школы, больницы. Напомним, в конце прошлого года правительство области и фракция Единой России в законодательном собрании заключили соглашение о финансировании наказов, которые необходимо выполнить в первую очередь из первых дополнительных доходов бюджета. Хочу отметить, Сергей Иванович, что из 22 пунктов соглашения, которые у нас заложены, практически по 13 у нас на сегодняшний момент вопрос закрыт. То есть мы понимаем, что в полном объеме то финансирование, которое в данном соглашении было отображено, вот уже в этих изменениях, в первых изменениях этого года, о которых мы говорили, оно фактически у нас закрыто. 9 вопросов у нас остается с дефицитом, но, тем не менее, средства на данное направление выделяются. В целом, на выполнении первой части наказов избирателей найдено уже более 72% необходимых средств. Это стало возможным в результате активной работы с федеральным центром в конце прошлого года, по итогам которой региону выделено дополнительно почти 2 миллиарда рублей. Их распределение будет утверждено на внеочередном заседании областного парламента 1 февраля. Георгий Кузнецов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.